Друзья, я уже неоднократно показывал вам в своих выпусках различные британские города. Мы были в музее Титаника, где рассказано все о строительстве самых больших кораблей в мире, и в башне Уильяма Уоллеса, которого так отлично сыграл Мел Гибсон в фильме «Храброе сердце», и даже в Букингемском дворце, коридоры которого помнят шаги многих британских монархов. Сегодня предлагаю отправиться в Бирмингем, первое упоминание о котором относится к 1166 году, а в 13 веке город прославился благодаря своим ярмаркам. К 18 веку город стал ядром промышленности страны, и его население резко возросло. В Бирмингеме проживали и работали такие известные ученые и инженеры, как Мэтью Болтон, который вместе со своим напарником выпустил сотню паровых машин Болтона и Вата. Напомню, что второй ввел первую единицу мощности, лошадиную силу, и его же именем названа единица мощности, которую мы видим на каждой лампочке. Здесь же жил и Джозеф Присли, химик, открывший кислород, и типограф Джон Баскервилл. Город на сегодняшний день является одним из ведущих научных центров не только страны, но и Европы. Здесь находятся пять университетов, несколько университетских колледжей, один из самых крупных и известных вузов всей Англии. Это Бирмингемский университет, входящий в состав элитной группы «Рассел». Город также славится и школьным образованием. Здесь находится школа короля Эдварда, которая каждый год занимает верхние строчки школьных рейтингов. Школа, кстати, разделяется на школу для мальчиков и школу для девочек. Вторая является лучшей женской гимназией Англии. Главное действие сериала «Острые козырьки» разворачивается именно здесь, в городе Бирмингем, стилизованным под 20-е годы. Такая банда действительно существовала. На тот период в городе действовало немало похожих группировок, но наиболее известной стали именно козырьки. Банда состояла по большей части из молодых людей, не имеющих работу. Занимались они грабежом, азартными играми и другими преступлениями. Отличались участники банды фирменными костюмами. Это были сшитые на заказ пиджаки, пальто с отворотом, жилеты на пуговицах, шарфы из шелка, брюки-клеш, сапоги из кожи и, разумеется, остроконечные плоские шапки. Банда просуществовала почти 20 лет. Пока в 1910 году ее не смела на своем пути другая, более сильная и крупная, бирмингемские мальчики. Однако такую популярность не смогла более завоевать ни одна группировка. Поэтому в какой-то момент названием «Острые козырьки» стали называть любые банды в городе. Что посмотреть в Бирмингеме? Площадь Бычьего кольца является самой старой рыночной площадью города. Первый рынок здесь был открыт еще в середине XII века. Тогда лорду де Бирмингему была дарована рыночная хартия, что здесь только не продавали на протяжении нескольких веков. Продукты, скот, лошадей. Рынок был действительно огромный. В XIX веке, однако, пришлось вносить изменения, так как гигиенические требования поменялись и площадь им не соответствовала. Тогда здесь был сооружен большой крытый рынок. А в 1962 году он был заменен большим универмагом. Но в 2003 году снесли и его, заменив на современный торговый центр. Название у торгового центра соответствующее – Bullring Shopping Center. Здесь есть магазины на любой вкус. И кошелек. Начиная от Zara и заканчивая Hyugoboss. Есть здесь и Bullring Indoor Market. Крытый рынок, где можно найти фермерские продукты, а также деликатесы из других стран Европы. Бирмингемская библиотека. Публичная городская библиотека, расположенная в западной части Сити. Ее стоимость составляет 188 миллионов фунтов. Считается самой крупной публичной библиотекой Великобритании и одной из крупнейших региональных библиотек Европы. Вместимость ее составляет 3000 человек. В первый год работы библиотеки ее посетило более 2 миллионов человек, большая часть из которых – туристы. Так что библиотеку в самом деле можно назвать местной культурной достопримечательностью. Фасад практически целиком остеклен, за исключением верхних этажей, где находится архив. Наиболее интересная часть – Shakespeare Memorial Room, которая была создана еще в 1882 году для старой библиотеки. Потом она была перенесена в новое здание. Сейчас она находится в круглой надстройке на самом верху здания и оформлена в викторианском стиле, со шкафами и панелями из дерева, и также росписями. Как можно догадаться, из названия здесь хранится лучшая шекспировская коллекция Соединенного Королевства, которая одновременно является и одной из лучших коллекций мира. Бирмингемский таунхолл. Обычно название таунхолл относится к исторической резиденции мэра города, но в данном случае таунхолл – это концертный зал, и по идее называться это место должно было «Мьюзик-холл». Но что-то пошло не так. Построен таунхолл был между 1839 и 1841 годами для большого музыкального фестиваля. Вдохновило на его создание святилище Кастера и Полусакса на территории Римского форума в Италии. Здание вышло монументальным, которое стало также первым примером неароманского стиля в архитектуре в викторианскую эпоху. Холл вмещает более тысячи человек, благодаря чему здесь можно проводить практически любые концерты. Здесь выступали такие именитые группы, как Битлз, Пинкфлойд, Квинн и Роллинг Стоунс. Комплекс «Голова Сарацина». Недалеко от города в деревне Кингснортон располагается комплекс «The Saracen's Head». Такое необычное название комплекс получил от названия «Паба», который ранее здесь занимал одно из помещений на протяжении двух сотен лет. Сейчас комплекс состоит из трех частей. The Tudor's Merchant House, The Old Grammar School, St. Nicholas Church. Все здания были сооружены в 15 веке и много раз их перестраивали. Так, Tudor's Merchant House был не только пабом, но и жилым домом, лавкой и магазином. Паб сохранился. Его и дом можно посмотреть и сейчас. Там сохранилась оригинальная мебель и предметы интерьера. Самое старое здание принадлежит грамматической школе. Сооружено оно было в 1434 году при церкви в качестве приходской начальной школы. Закрытая школа была в 20 веке. Здесь сохранились оригинальные балки начала 15 века, а также мебели и другие предметы. Балки украшены традиционной резьбой, которая, как считалось, отгоняла злых духов. St. Nicholas Church была построена на базе предыдущего здания церкви, более старого. Его в 1931 году соорудили норманы. Церковь святого Николаса представляет собой однонефную церковь из старого камня с колокольней. Здесь сохранились оригинальные витражи 13 века вокруг алтаря, которые сохранились еще от прошлого здания. Здесь остались также места захоронения местных знатных семей 15-16 веков и даже могила убитого в 17 веке налогового инспектора, убийцу которого так и не нашли. Статуя Бирмингема. Бирмингем богат на разного рода памятники. Наиболее известный памятник быка, который является символом города. Находится он все в тех же бычьих краях, на площади бычьего кольца. Есть здесь и своя аллея звезд, где можно увидеть имена таких личностей, как Оззи Осборн и Тони Айоми. Не менее интересны плитки тротуара в квартале ювелиров. Ювелирный квартал является одним из самых крупных в Европе. Здесь производят около 40% от всей ювелирной продукции Англии. Есть в Бирминге и памятник Тони Хэнкоку, который здесь родился. Это был самый знаменитый комик 50-60-х годов. А его теле- или радиопрограмма Хэнкок Хаффауэр была самой популярной в Великобритании в те времена. Монумент был открыт в 1996 году и создан британским скульптором Брюсом Уильямсом. Находится памятник на Олд Сквер. Состоит из стекла и бронзы и воссоздан по самой известной фотографии комика. Друзья, на этом пока все. Не забывайте посещать наш второй канал о зарубежном образовании с МАПС Эдюкейшн, где мы рассказываем много всего интересного про учебные заведения за границей. МАПС Эдюкейшн МАПС Эдюкейшн МАПС Эдюкейшн МАПС Эдюкейшн